Ну наконец-то... Может посмотреть? Про школьники-одноразки. А чё так тихо-то? У вас тоже тихо? Вот так лучше, чат? Приятнее? А. Вот так лучше, по-моему. Бля, такая классика на самом деле. Поскольку на моём канале могут быть пиздюки или просто курящие люди, решил выкатить по этой теме прям конкретного такого слона. Ваш покорный гач-раб сам был пленником никотиновой зависимости. На протяжении 7 лет сигарет... Да блядь, ты постоянно, сука. Хотя нет, вообще последний раз я видел шапку в жизни, по-моему, месяц назад. Так что возможно, возможно, он уже месяц не курит. Я не утверждаю, но как будто, блядь, у меня вся компания всегда курит какие-то одноразки. Поэтому как будто бы, сука, есть тут чё-то недосказанность какая-то. Это орально насиловали мой организм, что по итогу... А нет, пиже не месяц, а два месяца мы виделись назад. Я просто два месяца из дома не выхожу. ...к разного рода гастритам и прочим приколам с организмом. Поэтому на опыте я хочу раскидать за зависимость вред плюсы-минусы, короче, задвинуть нехуёвую такую телегу. Это раньше был такой, знаете, дворовой вайб, когда дети в смешных куртках собирались за школой или в туалете, чтобы раздавить пачку Мальбора. Сейчас мы будто прыгнули через реальность нахуй, где даже самый брутальный шкет, бритый поднолик в перерывах между забивами, может посмоктать не Винстон, а какой-нибудь тропический мармелад или вишнёвый буль. Ну это просто доступ, слишком легко, слишком легко получить, во-первых. Во-вторых, не так сильно ебут на эту тему. Ну что ж, начнём с сигарет. Активно сосать я начал лет с 14, курить лет с 15. Сетап такой. Знаете вот это, короче, чтобы вы понимали, я с братишкиным пошёл в зал, стоим, короче, качаемся. Он вот, ну представьте, вот просто, как это с моей стороны выглядит. Сидит вот такой чел, качает вот так. Встаёт, я говорю, ну ты устал? Он говорит, пиздец, устал. Я в охуях смотрю, ты нахуя сюда это притащил? Он такой, да какая разница, блядь? Я вступаю в технарь, все мои друзья курят, и этого, ну, в принципе, уже хватило. Проходил через кучу этапов бросания, всякие книжки по типу Алана Карра и прибегал к разного рода по игрулькам силой воли. Сейчас, конечно, периодически посасываю этот пластиковый стручок, но не так обильно, как раньше. Заметил, что особенно активно потребляю солевой, когда бахаю в игрушки. Конкретные сигареты бросил после того, как пришёл к врачу из-за проблем с организмом, а именно просадки по иммунитету, постоянная изжога, ну и прочая хуета подобного плана. Я не знаю, как мне повезло, мне столько раз предлагали покурить, но самое вот жёсткое, что я, получается, в жизни курил, это кальян. Ну и один раз, короче, я случайно попытался Неллен Вейп покурить, и то я не понял как, и, по-моему, чуть не сжёг его. Ну, или себя не сжёг, я так и не понял, но Неллен на меня орал и говорил, а так не надо делать. Как я бросил все проблемы, которые меня беспокоили, невидомым хуем улетучились. Не знаю, что за врач, но советы даёт годные. Оказывается, если себя не убивать, то здоровье станет отличным, ну, кто бы мог подумать. Но перед тем, как уничтожать сигареты, расскажу о плюсах. В видосах это делают редко, поэтому почему бы не подтонуться, правильно? А говорю, что если ты не употребляешь никотин, то плюсов ровным счётом нихуя, речь пойдёт о людях, которые уже в анальном рабстве у этой дресни. Несмотря на то, что никотин тоже вроде как является стимулятором, это не то же самое, что какой-нибудь кофеин, положительный эффект от которого прочувствует любой и сразу. С никотином прям... Хуя не сразу, блядь. Ты сначала, когда выпьешь кофе, ты сидишь такой, сука, и почему это меня не вторкает? А потом уже надолго, да, это начинает работать. Хотя было бы охеренно, если бы, знаешь, ты пил кофе и моментально такой, о, появилась энергия, сука, готов ебашить, а? Ну не, к сожалению, так не так работает. Это настоящая история борьбы. Чтобы начать кайфовать от этой хуйни, нужно по-настоящему ненавидеть себя, ибо у неподготовленного юнита даже после... Не знаю, кстати, я кофе, чтобы вы понимали, пью именно ради вкуса. То есть я уже как бы дошел до такого момента, что я пью кофе просто ради вкуса, потому что я кайфую вот именно от вкуса, вот зерна, вот это... Я не знаю, почему. Я ебнутый на голову, ребята, я с... В первой затяге уже начинаются лютые приходы, от головокружения до тошноты. Да и на вкус те же сигареты, то еще удовольствие. Все это в комби может вызвать у нетренированного бойца либо бледняк, либо натуральный обрыг нахуй. По моим экспертным наблюдениям, люди делятся на два типа, которые попробовали сигарету и послали все это дело нахуй, и вторые, которые почему-то решили, что обязаны победить это ущерб. Трити, три... Подожди, Сент, это зависит от кофе. Три в одном хуйня, и да, кофе вкуснее чая. Кстати, не всегда. Кстати, не всегда. Я помню как-то... Лядь, где же это было? По-моему, кстати говоря, даже с Нелли. Нам какой-то чел сделал чаек? Я не помню где, то ли за границей. Лядь, это было так вкусно. Вы не представляете. ...состояние, головокружение, говеный вкус, чтобы наслаждаться вот этим никотинчиком, да? В Питере? Не, в Питере бы меня просто в жопу выебали. Чтобы не козырять научными терминами, в которых ни вы, ни я нихуя не понимаем, объясню базу. Я не помню, я просто помню. Короче, что понимаете, я не помню, где это было, но я точно помню, что имеется флэшбэк, где я пробую чай и такой, бля, пиздато. Ну, понимаете, вот эта херня? Я не знаю, то есть, я не помню где, я не помню каких обстоятельств, а я просто помню, бля, пиздато, все. ...кала Нормиса и простое уравнение для дебилов. Для того, чтобы Нормису чувствовать себя хорошо, ему нужен х плюс а. В таком случае получится зет. Зет это заебись. Что? И что? А, ну ладно, хорошо. В смысле за заебись? ...у Нормиса все плохо, то будет х минус а равно х. Х это херово. Система простая, ничего странного. Ну вот... Ты думаешь, что я спутил, типа, с Турцией, потому что продавец был узбеком? Не, блядь, не. У курильщика к этому уравнению добавляются еще сигареты, где х плюс а плюс сигареты только тогда равно заебись. Убираем сигареты, и даже если все хорошо, все становится хуевым. То бишь курильщик без сигарет уже не камбэкнется на шкалу Нормиса, у которого все заебись по дефолту. Чтобы ему быть счастливым, нужно везде и всегда добавлять этот ебаный костыль в виде никотина. Тут, думаю, понятно. Помимо настроения, курильщик во время затяжечки ненадолго бустит свою ацетилхолиновую систему. Она отвечает за дохуя чего, в том числе и за обучение. Поэтому в каком-то смысле, покурив, зависимый становится чуть умнее. Но не типа, что реально стал умнее, улучшив свои когнитивные способности, а типа вернул их в то состояние, в котором они бы находились, если бы он не курил. То есть, начиная курить и добавлять... Не, вот именно за развитие всегда отвечала моя мама и её пиздюля. Вот правда. Вот если бы не мама, я бы, наверное, сидел и играл бы в Fortnite всю свою жизнь. Его тогда, правда, не был, но я бы играл, знаете, просто на какой-то воображаемой клавиатуре в этот ебучий Fortnite, только для того, чтобы ничего не делать. Вас причём не было, вот, короче, вот такой херни в детстве? Ну, в принципе, у меня даже сейчас это говно есть. Я иногда ищу хуйню, ну, причину для того, чтобы ничего не делать. Ну, к примеру, я такой сижу, мне реально нехуй делать, как бы по-хорошему, там пойти книгу почитать, там, не знаю, на гитаре, там какую-нибудь партию выучить на пианинко, песенку какую-нибудь записывать, что-то. Ну, вот такое полезное хотя бы. А я сижу, я такой думаю, полежу-ка я на кровати, и я просто лежу на кровати, смотрю в потолок и думаю, блядь, охуенный потолок, надо чаще на него смотреть. Всё! Ну, я не понимаю, как работает мой мозг, он прям ищет причину полениться, сука. В уровень жизни никотин, мы как бы на процентов 20 срезаем некоторые свои статы, да, которые можем камбэкнуть только в случае очередного приёма дозы. Из плюсов можно добавить лёгкий дофамин, когда хуёвое настроение можно поправить сигареткой. Ну, это плюс такой жиденький, знаете, ибо если бы Сапш изначально не курил, то, вероятно, хуёвое настроение... Я, мне кажется, короче, если я был бы курильщиком, если бы я слизал сигарет, я был бы такой злой просто гондон. Ну, то есть, я сам по себе достаточно взрывной чувак, ну, если меня довести. А сигаретами, ты ж, когда бросаешь их, ты вообще злобная, вот такой злобный тролль, который только что вышел из пещеры и такой бляяяяя всех буду нахуебашить. Это, это же вообще это ужас было бы. Ты медно реже. А сейчас, не, ща я добрый, ща я добрый. Ценным более-менее профи, там можно назвать подавление аппетита. Ты же не куришь, мужик, скажу больше, я ни разу в жизни сигареты даже не пробовал. То есть да, я пробовал кальян, пробовал вейп, но сигареты для курильщика, когда здоровый нормис прочувствует на себе весь калейдоскоп вкуса от ванильного мороженого. Ну и бонусом никотин посылает ложный сигнал сытости в мозг за счет дофамина, отчего жрут курящие люди заметно меньше. Естественно, если какой-нибудь 100-килограммовый крейсер начнет курить, то без спортзала и нормализации питания чувак не похудеет. Ну вот набирать дополнительное ЭКГ, он будет либо меньше, либо не будет вообще. Конечно, все от человека к человеку, но... Вот чок Тоха курит! Вот все! Я понял, почему Тоха курит! На себе этот эффект я ощущал когда начал активно курить, хавал один по праздникам два раза в сутки, из-за чего был дрищавый и сухой. До 22 лет ходил в весе 65 килограмм при росте 180. Ну, глиста был пиздец. После отказа от никотина наел плюс 20 килограмм и в принципе не жалею. Короче, бусты субъективны, но парочку можно отметить. Это повышение концентрации внимания в моменте, помощь от переедания, в моменте чувствуешь себя уверенным, расслабленным. А ты песен пробовал? Нет. А ты? Ну и... А ты? В курящий социум легче выриться, перепеживаясь за сигареткой, да? Остальное, конечно, минусы. Побочки на буквах, из которых можно построить две вавилонских башни, нахуй. Лично по себе отмечу самые неприятные. Товони за рта, артериальное давление, ощущающее настроение, отдышка, периодически головные боли. Плюс, если есть иммунные заболевания, хронические, венерические, то при активном курении они могут доставлять больше хлопот, нежели и трезвому сабжику. Ну и, конечно, в потенциале это с огромной вероятностью рак легких, аневризмы и прочие вкусности. Казалось бы, нахера люди курят при таких сумасшедших последствиях, но тут в дело вступает зависимость. Психологическая и физиологическая. Да, физиологическая зависимость от никотина есть и по мощности гордо красуется рядом с кокаином, барбитуратами и прочей убивающей хуйней. Выше разве что героины и прочие морфийные штуки. Осуждаю. Однако, несмотря на... Но надо будет записать, подожди. Спасибо. Иные штуки. Однако, несмотря на сильную зависимость, абстентный синдром один из самых щадящих. Бросать, конечно, не хочется его и как в падлу, но организм долго выебываться не будет и таки восстановит все процессы, плюс от стилхолин нормализуется со временем. Но, что же касается электронок, на мой взгляд, важно понять концепцию. Популярными эти разноцветные писюны стали за счет охуенной рекламной кампании... Ну, это факт, это факт, это факт. Помощники в борьбе с никотиновой зависимостью, то бишь... А знаете, кто еще так делал? Рето. Первые версии так вообще... Фашисты. Имели сигаретный вид, дабы не подпитывать у быдла ощущения наебки. Со временем все крутанулось, завезли соли... Так что, знаете, если вы ходите со шкюдишечкой одноразковый, одноразковый вы фашист. Просто знаете про это. Никотин и вещь, которая рекламировалась как альтернатива в борьбе с курением, превратилась в новый очаг никотиновой зависимости. Только теперь у детишек. Ради справедливости стоит отметить, что, как и любая реклама, состоящая из хитро выебанной разводки, так и бросить никотин с помощью вейпов можно. Несмотря на то, что мне далека концепция заменять зло меньшим злом, компенсирование... Все это, на мой взгляд, шляпа. Но я также не могу отрицать, что некоторые мои друзья смогли отказаться от сиг благодаря вейпу. А Нель, ребят, что вы понимали, Неля, когда я с ней познакомился, она курила. И вот знаете, какая ситуация у меня? Я же отношусь к людям, короче, которые... Ну, это еще с детства. Это одна из тех причин, почему я ни разу не курил сигарету. По какой-то причине от запаха, вот, вообще, получается, сигаретного дыма мне очень плохо. Да жути плохо. У меня начинает голова кружиться, у меня какая-то тошнота. Ну, то есть, я не знаю, почему, с чем это связано, но действительно у меня есть. При этом всем, когда рядом со мной, там, допустим, курит ашкюдишечку или, ну, какую-то другую любую одноразочку, вейп, неважно на самом-то деле. Мне просто, ну, мне просто запах не нравится. Хотя, чего врать, когда кальян, там, какой-нибудь вкус прикольный, даже, ну, как пассивный курильщик, получается, я в данной ситуации. Как будто даже терпимо. А вот сигареты мне именно прям хуёво максимально. Поэтому, когда я Нелли об этом сказал, она такая, ладно, буду бросать курить. И она бросила курить. И потом начала потихонечку курить этот, ашкюдишку. И я такой смотрю, думаю, на неё, но мне вроде нихуёво, поэтому как будто насрать. Ну, то есть, как бы, да, я могу начать душнить её, типа, бля, брось ты эту ашкюдишку. Но, вот, окей, с сигаретами я попросил это сделать, потому что мне действительно плохо. Ну, то есть, какие вообще отношения, когда вот, ну, мне реально, ну, физически хуёво рядом. Если, просто из-за того, что есть запах сигарет. А с ашкюдишкой мне как будто, ну, плюс-минус насрать. И ей это как бы нормально. Следовательно, по этой логике, пусть делает, что хочет. ... уже и вейп скинуть, перейдя на никотиновые пластыри. Схема проста, от сих отказаться сложно, от вейпов легче, а от пластырей вообще как нехуй. И кому-то такой план помогал, а у кого-то капкан схлопывался на втором пункте, и чел просто по КД парил вейпы вместо сих. Ну, охуенно. Если поднимать самую срачёвую тему, а именно, что вреднее, вейп или сиги, однозначный ответ будет сиги. И не потому, что они объективно вреднее, а потому, что одноразки банально не прошли проверку временем. Да вообще, на самом деле, в нашем мире всё вредно. Типа, кофе, по сути, тоже вредно достаточно. Сиги точно вредны. Блядь, даже наш воздух, сука, вреден, блядь, вот именно если городской, потому что в нем столько всякого говна замешано. Хочешь дышать чистым воздухом, пиздуй в деревню. Всё, то есть всё в нашем вредно. А там, блядь, будет ещё вредный сосед, который будет постоянно душить тебя и самогон твой воровать. То есть всё, всё, всё в нашем мире оно вредное. Прямо как сигареты изучаются чуть ли не сотни лет, имея под собой нехуёвую такую доказательную медицинскую базу с наглядными корреляциями. Электронки изучаются ровным счётом нихуя. По крайней мере, в эквиваленте человеческой жизни. Исследования на тему одноразок-то есть, но тут не без подъёбок. Практически любая жижа состоит на 90% из глицерина и пропиленгликоля. При нагреве эти пацаны могут выделять канцерогены, которые приводят к онкологиям. Где-то пишут, что количество канцерогена, выделяемых при парении, недостаточно для того, чтобы наградить себя раком. Где-то пишут, что если дохуя выкурить, то достаточно. Но подъёмка даже не в этом, а в ароматизаторах. Какие-то ароматизаторы при нагреве имели повышенную токсичность, какие-то удобоваримую. А поскольку ароматизаторы разнятся от производителя к производителю и даже от вкуса к вкусу, точный вердикт вынести пока никто не может. И тут важный момент. Не могут точно сказать... Мне кажется, это типичная история для подобных роликов, знаете, где чувак сидит и максимально быстро всё рассказывает. Он просто какую-то информацию с интернета начинает тараторить. И ты такой, а, ну да, точно. Это как учительница в школе, помните, которая сидит... Ясно? Нет! Ясно? Нет! Ясно? Нет! Ну и молодцы! Всё, завтра контрольная. Блядь, то же самое, сука. Сколько вредны электронки, а не вредны ли электронки в принципе. Да, есть громкие случаи, когда кого-то доставили в больницу с поражениями лёгких от вейпинга, но там челики неодноразки ебашили, а мутили самозамесы с добавлением ТГК и витамина Е. Так что притягивать эти случаи к обычным одноразкам, наверное, будет некорректно. По крайней мере, пока. Но то, что вейп менее вредный, чем сигаретный дым, скорее да, чем нет. По крайней мере, в кратковременном сроке. Однако, несмотря на это, он по-прежнему раздражает лёгкие, ускоряет сердцебиение, ну и содержит конские дозы никотина, который сильно дамажит мозг. Особенно, если его курят киды до 25 лет. Ибо мозг до этого возраста вдвойне чувствителен к никотинчику. Конечно, если вы зависимы от сигарет, то одноразки точно поможет вам чувствовать себя лучше. Когда я курил одноразки, у меня не вонял рот дерьмищем, не было ебанутой. Мальчик смешной. Мне так часто болела голова и давление не скакало так жёстко, как от тех же сигарет. Кайфовал от еды, ну и из приятных бонусов одежда нахуй не воняла. Ну, сука, проблема в том, что одноразки я курил чаще. Иногда мне было банально в падлу выходить курить, но, сука, с этой хуйнёй такое не прокатит. Пари, блядь, где хочешь. Ля, в зале это самое странное, ну правда. То есть я понимаю, ну, причём реально говорят, в зале не парить. Всё равно люди ходят вот так и качаться, сука. Ещё одна проблема этой залупы, а именно нормализация. Я отвечаю, у меня есть, короче, подозрение, что люди, которые работают там, знаете, в офисах, они тоже сидят с одноразками. Просто потому, что им в падлу вставать они такие, пока босс не видит. И дальше. Курение этой сране в общественных или закрытых местах. Когда, а не курил эту залупу, изрядно так охуевал от количества напёрженных паров в некоторых комнатах. В падик захожу, а впереди меня паровоз, ебучий, наваливает Каспискова мне прямо в ебасосину. В такие моменты хотелось, ну, изрядно катком по позвоночнику ему проехаться, если честно. Ну, а чё, вред же не серьёзный, можно дудку дуть, как папай ебаный. Хотя вред, сука, есть, он не критический и не изученный, как о тех же сигарет, но серьёзный, ибо объёмы, в которых жрут солевой никотин. Какая вкусняшка! Ой, это не надо. Блядь, помню, как ты, короче, засунул хуй в пылесос. Ну, я, короче, насмотрел всяких мультфильмов, сериалов, где это делали, и я думал, что это приятно. Я как-то, знаете, сижу, пылесошу и такой смотрю на пылесос, думаю, в теории дома никого нет. Надо бы попробовать, что это за хуйня. Короче, говно полное. Ну, вот честно, вообще говно. То ли у меня пылесос, ну, слабый, ну, просто пососал, просто пососал мой хуй пылесос, и всё. То есть, ничего прям критичного не произошло. Ну, то есть, честно, пылесос меня не впечатлил. Женщины получше будут. Отчего его хочется потреблять в несколько раз чаще. Ломка, кстати, по нему тоже не хуёвая, а в интернете полно видосов, как школьники затяжку делают страшные вещи. К ознакомлению не рекомендую, просто оповерьте на слово. Это меня, к слову, не удивляет. Вы видели вообще дизайн? Он же грязный. Мой хуй-то да. Это же как ёбаный киндер-джой, в виде коктейльчиков даже есть. Схуяли вообще? Я ещё не конспиролог, но я уверен, что такой маркетинговый ход был сделан не последний. А, пылесос? Да не, мой пылесос чистый, мужик. Ну, я же собираю пыль, короче, вокруг, она чистая же, конечно. Да, блядь, ну грязный-грязный, думаешь, я об этой хуйне думал? Очередь, чтобы привлекать внимание детишек. Закон надоёбный, чтобы на этих хернях, я не знаю, был огромный красный крест с надписью «Смерть», типа как по-другому это контрить, я без понятия. Теперь молодым мамашкам нужно обнюхивать сына не на предмет табака, а на запах персикового... Фу, сука, ты считаешь, что фу, мужик? Сейчас тебе расскажу одну хуйню, с которого ты вообще перестанешь интересоваться женщинами, а не суд. И иногда они не подмываются. Так же, как и ты, сука, ссышь, и потом ебёшься, сука, этим же членом. Всё, понимаешь? Теперь вообще заниматься любовью не хочется после этого. О, Бриза или Мармеладу... У всех будет спид, я сказал. Квачки. Лично для меня самое страшное употребление этой срани, это гиперлень и тотальный распокус внимания. Тут такой же прикол, как и с обычным никотином и ацетилхолином. Регулярная дудка напрочь отбивает у тебя мотивацию что-либо делать. Если день начать с одноразки, то энергия по ощущениям проседает на процент... То есть я вот просто не понимаю, почему каждый раз, когда я рассказываю вам какую-то историю про член, вы так же жёстко удивляетесь? Рассказал, что я выебал диван? Блять, нормально. Казал, совал хуй в пылесос? Бля, мужик, ну это вообще пиздец, так жёстко, так странно. В сорок. А чего заставить себя ебашить будет ещё сложнее? А когда ловишь передост, то это вообще хавайся, плюхаешься на диван и в надежде на следующий день... Опять диван, сука. Бездумно скролишь тикток, ибо всё, нахуй, мозг надудился и спит, понимаете? Я бы ещё зарофлил, что поды периодически взрываются, но в основном отрывали ебальники так называемые мехмоды. У современных одноразок вроде как есть регулирующие платы, которые не позволяют произойти короткому замыканию и оторвать ебало. На кроняк она тупо овнется, без шанса на восстановление. Поэтому, к слову, не советую там нихуя перепаивать и чё-то выдумывать, а то, если ёбнет, табачки новый палец вам не выдадут. Когда я бросал эту херню, был как в сраном аду. Первые три дня автоматом рука к несуществующей дудке тянулась. Сфокусироваться было... О, это классика, это классика. Это причём многие говорят про это, вот знаете, вот это фантомный вот рефлекс, ты прям такой, блядь, нужно это сделать, и ты понимаешь, у тебя в руках ничего нет. Многие, кстати, советуют за... Ну, чупа-чупсы лизать в эти моменты. То есть, чтобы рот чем-то был занят. Ну, некоторые выбирают члены мужиков. Но я с этим, ну, не согласен. Как бы, может и чупа-чупс лучше. И возможно, работать тоже, ибо нереально сконцентрироваться. Из сладкого, это, конечно же, сны, в которых я аппетитно потягивал дудочку с колой. Сны, это вообще прик... Когда я бросал сигареты, мне снились сигареты. Когда электронки, мне снились электронки. Эти паскуды даже во сне трахают. Сколько можно, блядь? Ну, как бы сложно не было бросать, делать это нужно. Особенно, если вы пиздюк. Ибо пока вы растете, ваш организм проводит некоторые танцульки с мозгом. И разного рода вещества, типа никотина, бухла или марихуаны, могут нихуево повлиять на процесс сформирования с разного рода вытекающих. Вроде как, этот процесс идет до 25 лет. Лично я бросал несколько раз. И каждый раз был более удачным и на более продолжительное время. Так что это нормально, если у вас не получится. С первой попытки ненормальные, если таких попыток, в принципе, не будет. Всеми любимый Аллен Карр мне в этом не помог. Тупо по рофлу бросил, проверяя свою силу воли. А потом уже как-то и впадлу было начинать. В бросании никотина очень сильно выручает отказ от алкоголя и компании, которые курят. Ибо на синьку сила воли дает слабину, а компания так аппетитно посасывает эти карамелки, что хочется присоединиться. Короче, на этапе бросания лучше вообще не контактировать с курящими людьми и бухлом. Так процесс пройдет менее мучительно для менталочки. Кто-то настолько заигрывается, что находит новых друзей, напрочь забивая на старых. Но тут уже играем по ситуации. А на этом все. Подписывайтесь на телеканал. Прикольный ролик, прикольный ролик. Обидно, что вторую половину я обсуждал члены. А так прикольно. Кит и Лера встретились в музее. Делали селфи на фоне галереи. Кит и Лера встретились в музее.